Более 50% школьников и студентов Ненинского округа занимаются в различных спортивных кружках и секциях. Что нужно знать родителям о физических нагрузках, чтобы не навредить здоровью ребенка, узнаем прямо сейчас в программе «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях заведующий отделением спортивной медицины Александр Ковязин. Александр Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Рады видеть вас в студии. Александр Васильевич, многие родители хотят, чтобы его ребенок занимался в спортивных кружках и секциях. Но что все-таки нужно знать, чтобы не навредить ребенку? И всем ли нагрузки такие полезные? Для начала я хотел начать с того, что федеральный законодатель об этом позаботился. И в Федеральном законе о физической культуре и спорте в Российской Федерации предусмотрена обязанность людей, занимающихся спортом, проходить систематическое медицинское обследование. Ну а спорт у нас это, опять же, по этому федеральному закону, это все этапы, которые у нас сейчас здесь есть. Это спортивно-здоровительный этап, начальной подготовки, тренировочный, спортивное совершенство. Недавно приходил ко мне на прием спортсмен, занимающийся на этапе высшего спортивного мастерства, который, естественно, входит в число членов сборной команды Нинецкого Томбурного округа. Дело в том, что занятия спортом требуют от организма больших усилий. И иногда бывает зачастую, что организм может не справиться с той программой, которая предусмотрена на там или ином этапе, и, соответственно, для этого предназначено медицинское обследование, которое по различным этапам, оно имеет разный объем. То есть на одном этапе надо сделать один объем обследования, на другом этапе, скажем, на этапе высшего спортивного мастерства, уже объем обследования будет совсем другой. То есть если ребенок хочет заниматься тем или иным видом спорта, сначала он приходит в ваш центр отделения, да, и там ему назначают обследование. Много специалистов вообще нужно пройти? Опять же, зависит от того, от этапа. Но здесь, знаете, вот еще один момент какой? Необходимо определиться, ребенок идет спортом заниматься, или он занимается сам где-то физической культурой. А для этого, опять же, нужно обратиться к закону физической культуры и спорта, и там прописано это определение. Физическая культура — это набор культурных ценностей, образования, физическое образование, физическое развитие. А вот спорт — это социальная направленность, которая предусматривает интенсивные тренировки для того, чтобы участвовать в соревнованиях. То есть чувствуете разницу? Там мы развиваемся. То есть там вот уроки физкультуры те же самые, да? Да, развиваемся, растем, а здесь специально занимаемся для того, чтобы участвовать в соревнованиях и побеждать в них. И, соответственно, для того, чтобы побеждать в соревнованиях, необходимо нагрузки испытывать иной раз экстремальные. Например, спринт. Вот недавно был Северное Сияние. Там была гонка, спринт. Я думал на ней поучаствовать, но решил массово-другой поучаствовать. Два километра ребята проезжали за две с половиной минуты. При этом пульс у них достигал на этой трассе примерно 180 ударов в минуту. Это, если взять формулу расчета максимального пульса, это максимальный пульс, даже выше у некоторых. То есть чувствуете, какая нагрузка была. Соответственно, для такой нагрузки необходимо обследование. И опять же, например, спортивно-оздоровительный этап. Ребенок приходит, хочет заниматься спортом на спортивно-оздоровительном этапе. Там ему необходимо пройти из специалистов, если смотреть, это хирург, окулист, лор-врач, травматолог-ортопед, невролог, врач по спортивной медицине и педиатр. А если мы берем, например, этап высшего спортивного мастерства, там, наверное, пальцев не хватит. Опять же, хирург, окулист, лор-врач, травматолог, уролог, андролог, дерматолог, психолог, врач по спортивной медицине и другие специалисты по показаниям. То же самое касается и дополнительных методов обследования. На спортивно-оздоровительный этап сдаем общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ с нагрузкой и УЗИ сердца. А скажем, на тренировочный этап все, что я перечислил, плюс дополнительные гормоны щитовидной железы, кортизол, тестостерон, биохимический анализ крови, тестирование на бенговой дорожке с газоанализом до отказа. То есть когда уже спортсмен бежит, уже не может бежать, мы уже останавливаем и все. А часто вот приходится отказывать людям? Ну что, не прошел он, нет такого здоровья. Бывает. Вы знаете, многие приходят к нам и боятся, что мы откажем. Конечно. Это неверно. Я сам занимаюсь спортом. Я прекрасно знаю, как люди хотят заниматься спортом, что они от этого получают. Это же ведь не только физическое развитие, это ведь и социум, это знакомство. И любительский спорт, да, получается? Да, и любительский спорт. Это психологическое благополучие, комфорт вообще в принципе. Поэтому мы в каждом, в любом случае, ищем какие-то моменты. Допустим, если у ребенка выявили какое-то, скажем, отклонение, которое будет влиять на нагрузку. Вот, например, сегодня приходил спортсмен, мы протестили на беговой дорожке, и у этого спортсмена есть особенность. Особенность в виде низкого аноробного порога. Но у этого спортсмена... А что это значит? Аноробный порог? Да. Ну, сейчас скажу это, чтобы объяснить, надо немножко углубиться. Но зато у этого спортсмена большие буферные возможности, когда он продукты обмена веществ вследствие интенсивных тренировок может очень эффективно утилизировать. И поэтому этот спортсмен, он стайер, он марафонец, но не спринтер. И когда мы вот такие вот видим отклонения, естественно, мы уже разговариваем с тренерами для того, чтобы как-то скорректировать тренировочный процесс, подсказать, помочь, чтобы, во-первых, и здоровье сохранить, а, во-вторых, и спредельные результаты достаточно получить хорошие. Ну, конечно, иногда бывает, когда возникает, там, допустим, порог сердца выявили. Вот дефект межпредседренной перегородки. Ну, тут никуда не денешься, спортом заниматься нельзя, пока этот порог есть. А без такой справки, да, вот ребенок хочет заниматься какой-то секцией или кружке, но нет у него, да, такого здоровья, как я уже сказала, его не допустят, да, сейчас вот к занятиям? Или это ответственность родителя? Он может посещать, но тогда ответственность ложится на плечи того, кто его воспитывает. Нет, нет, к сожалению, не так. Законодательство у нас построено таким образом, чтобы сохранить здоровье всем, независимо от того, кто там, что хотят родители. Потому что родители иногда хотят и требуют, чтобы у них ребенок был спортсменом, но спортсмен, к сожалению, по ряду объективных причин он не станет. Зачем требовать от ребенка этого? Родители не всегда бывают правы. Поэтому здесь, безусловно, существует ответственность. Ответственность следующего характера. Если тренер принял ребенка без медицинской справки, и что-то с ребенком случилось на тренировке, да, естественно, ответственность несет тренер. К сожалению, у нас в России такие случаи были, допомню, да, и хоккеист, достаточно известный, не помню. Но они все обследованы были. А они все были? А почему тогда так происходит? То есть организм такая хрупкая штука, что не знаешь, где, когда выстрелят. Наверняка же он... Что там с ним произошло? Был с сердцем? Я скажу. И вот еще на предыдущий вопрос добавлю. Когда уже спортсмен обследован полностью, то здесь при возникновении какого-то случая какую-то часть, конечно, несет медицинский работник, который его допустил. Но если он сделал все, пополагается, как прописано, по закону, все обследовал, по приказу, то тут нужно сказать, это уже перехожу к вашему следующему вопросу, что спорт высших достижений, элитный спорт, здоровье не несет. Вот есть такое исследование, кардиоритмоинтервалография. Оно показывает, каким образом сердце бьется. То есть оно же не бьется постоянно, ровно, через равные промежутки времени. Там на миллисекунды разница между ударами отличается. И было проведено исследование. Брали эту кардиоинтервалографию у спортсменов, лыжников перед самым стартом. Так вот, у них какая-то кардиоинтервалография была такая, что их нельзя было выпускать на соревнования. Дело в том, что у них организм находился на таком уровне готовности, на таком уровне стресса, что у них сердце билось ровно, как промежутки времени, как метроном просто. А это предиктор, то есть, как сказать-то, предсказывает возможные жизнеумрожающие нарушения ритма сердца. Но подготовленный спортсмен, он обладает такой возможностью так вот себя настроить, чтобы выстрелить на старте и финишировать первым. Неподготовленный спортсмен, у него немножко другая картина. И, к сожалению, вот такое вот состояние может быть чревато какими-то нарушениями ритма. Например, все помнят, когда была Олимпиада в Лондоне, как бегун, нет, не бегун, спортсмен по спортивной ходьбе не дошел до финиша и свалился. Ну, его спасли, но тем не менее у него была же именно жизнеумрожающая ритмия. Поэтому высший, вот как уже сказал, спорт высших достижений — это непростая штука. Нужно подходить аккуратно и обязательно с медицинским сопровождением, обязательно с обеспечением спортивных, различных спиртинговых питаний, каких-то витаминов, разгрузки, физиопроцедуры и так далее. А много у нас людей в Ненецком округе занимаются профессиональным спортом? У нас есть сборная команды Ненецкого и Тулановного округа. Я боюсь ошибиться, сколько в ней сейчас конкретно точно человек, ну, где-то около 250. По самым разным видам спорта. Это и борьба, бокс, лыжи, тэквондо, полевая стрельба. А у нас сейчас вот в вашем центре, в отделении, оборудование хорошее вот имеется, да? Достаточно ли его и специалистов, чтобы вот пройти тщательное обследование? Я не побоюсь сказать, что у нас оборудование получше, наверное, чем в центре в Архангельске. Но мы, скажем так, находимся в более, возможно, в некоторых благоприятных условиях, чем они, потому что мы находимся в составе окружной больницы. Поэтому у нас есть возможность обращаться за помощью к каким-то другим отделениям. Но у нас конкретно в отделении спортивной медицины и есть следующее оборудование. Во-первых, это беговая дорожка, куда мы можем поставить спортсмена, прикрепить ему электроды, надеть маску, и он будет у нас бежать. Мы определим этот анаэробный порог. Сейчас я расскажу про него, что это такое. И где мы можем дать ему нагрузку, до отказа. У нас бывало, что спортсмен достигал пульса до 198 ударов в минуту. И как, наверное, обидно будет, если не даете допуск. Если мы пускаем на беговую дорожку, и у него пульс 198, это уже практически 100%, что мы ему дадим допуск. Иначе, если бы у него были проблемы, мы бы его туда не пустили. А если нет у него такого пульса, то все. То он потом... Есть какой-то промежуток, чтобы привести в порядок свое здоровье, и потом возможность вернуться в большой спорт. Бывают же разные ситуации. Бывают и посттравматические. Конечно, есть. Есть такое состояние. Физическое перенапряжение. Да. То есть это еще не крест, если же какие-то там показатели не дотягивают до нормы. Нет, абсолютно не крест. Вот есть физическое перенапряжение, перетренированность. В МКБ 10-го пересмотра его можно найти под названием стрессорная кардиомиопатия. Что это такое? Человек перетренировался, у него системы организма работают на пределе возможностей. Иногда даже уже происходит срыв. И в данном случае, когда мы это выявляем, естественно, мы рекомендуем какой-то остановиться, снизить нагрузки, попринимать какие-то препараты, например, обеспечивающие питание сердечной мышцы, например, магний Б6, хороший препарат, отель-карнитин. И когда уже после того, как спортсмен выполнил наши рекомендации, мы уже через некоторое время смотрим и говорим, ну, все хорошо, все молодец. Когда выполняют рекомендации, когда рекомендации не выполняют, мы так и не говорим, потому что там все та же самая картина. Вот если говорить о конкретных случаях, недавно была Олимпиада, и наш спортсмен, лыжник, накануне соревнований заболел ангиной. Говорили даже по Первому каналу, когда он бегал. Представляете? Это Александр Терентьев, который, да? Нет, нет, нет. Это Александр Терентьев только сейчас в сборную попал. А там еще та предыдущая сборная. Я, к сожалению, не помню фамилия. Того лыжника. Но вы представляете, вроде бы спортсмен должен быть по пределению здоровым. Соревнования высокого, самого максимально высокого класса, олимпийские, и он перед ними заболевает ангиной. То есть у него иммунитет в этот момент был на грани срыва. Случился срыв, он заболел ангиной. Хорошо восстановился. Сработали нормальные медики. Спасибо ему, кстати, там призовые места занял. Но вот пример конкретный. Ну спорт — это не только здоровье, это еще и опасность, да, и многочисленные травмы. Часто обращаются спортсмены вот с какими-то вот такими случаями? Бывает, конечно. Больше, конечно, мы с ними сталкиваемся, когда проводим медицинское обеспечение соревнований. Там у нас задача сразу моментально вернуть спортсмена в игру, чтобы он дальше продолжил участвовать, принимать участие. Что касается, например, единоборств очень часто, это, ну, приведу пример, разбили нос, да, кровь течет ручьем, нам нужно остановить ее в течение минуты и отправить обратно. Получается, значит, идет дальше, бьется. Не получается, ну, значит, сильно разбили нос. То же самое с ушибами, там, с какими-то подвывихами, заморозить, обезболить и вернуть строй. После получения травм на соревнованиях или на тренировке, да, бывает, что они приходят к нам. За помощью мы уже рекомендуем, назначаем физио-лечение, лечение физической культуры, то есть лечебно-физическая культура, какие-то, может быть, поверхностные препараты, мази, и восстанавливаем. К сожалению или к счастью, не все у нас профессиональные спортсмены. Давайте поговорим о любительском спорте. Вот вечный вопрос, ходить или не ходить в спортзал. И вообще нужно, если человек дожил, у меня есть такие знакомые 50 лет, да, вот всю жизнь там мечтали заниматься гимнастикой. Идут. А может, уже этого не надо делать. Даст наоборот, это организму какой-то сбой. Вы знаете, я вот готовился к интервью и приготовил бумаги. А по этому поводу хотел бы зачитать слова академика Николая Михайловича Амосова. Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому тренировкой, потому что здоровье это резервные мощности органов всей нашей физиологии. Они необходимы, чтобы поддерживать нормальные функциональные показатели в покое и при нагрузках физических и психических, а также, чтобы не заболеть, а заболев по возможности не умереть. К примеру, чтобы кровяное давление и пульс не повышались больше, чем в полтора раза при упражнениях или беге, а неизбежно одышка быстро успокаивалась. Чтобы не бояться сквозняка, простуды быстро проходили без лекарств сами собой и вообще, чтобы хорошо работалось, спалось, елось и пилось. Так вот, эти мощности лекарствами не добываются, только тренировкой, упражнением и нагрузками. И работой, терпением к холоду, жаре, голоду, утомлению. Для каждого возраста в своей существуют нагрузки, если человек хочет тоже посещать какую-то секцию спортивную, он тоже должен к вам прийти? Все через вас вы даете допуск? Или взрослый уже идет самостоятельно в плавание, в большое плавание спорта? У нас контингент, занимающийся спортом официально. В отношении любительского спорта здесь мы можем принимать вполне и давать какие-то рекомендации и консультации. Вообще, на мой взгляд, когда человек, если он не занимался до этого спортом, решил вдруг заняться спортом, ему просто необходимо, просто жизненно важно определить тот уровень, на котором он может заниматься. Вы посмотрите на фитнес-залы большие, крупные, которые известны в Москве, например. У них там есть медицинский работник-врач, у которого есть велоэргометр. Он приведет первого человека, который пришел в этот фитнес-зал, заплатил денежку, он приведет к тебе в кабинет, проведет ему нагрузку, определит этот анаэробный порог и скажет, вот, нужно заниматься тебе вот так вот, с таким вот именно конкретно пульсом. И после этого он идет с рекомендациями от этого врача к тренеру, и тренер ему уже, исходя из этого, назначает тренировку, назначает упражнения и при этом контролирует пульс. Что такое анаэробный порог? Да, да, да. Каждое наше движение, он даже, вот я сейчас рукой подвигал, это затратило энергию. Вот энергия наша, вот двигательная, она состоит из, тратится из нескольких источников. Во-первых, это аденозин-трифосфонная кислота, АТФ. Во-вторых, это креатин, креатин-фосфат. Наверное, может быть, слышали, что вот креатин принимают пауэрлифтеры, бодибилдеры, тяжелателеты. Ну вот, у них нагрузка именно такая скоростная, моментальная, они работают на соревнованиях, вот именно на этом креатин-фосфате. В том числе, из принтера, например, Усейн Болт, который пробегает стометровку там, не помню, за 9 что ли, за 10 секунд. Вот эту стометровку он пробегает чисто вот на креатин-фосфате. И дальше глюкоза. Глюкоза может окисляться при достаточном количестве кислорода, а может окисляться, когда кислорода недостаточно. И вот здесь вот как раз наступает анаэробный порог. Когда человек бежит долго, у него сгорают углеводы. Если кислорода достаточно, тогда в мышцах не накапливается молочная кислота. Человек не устает. Он может бежать долго. И вот этот вот момент, когда кислорода уже становится недостаточно, мы его на графике, когда делаем беговую дорожку с газоанализом, видим, у нас два графика, один и второй, они пересекаются, и все, мы видим, здесь уже в этот момент человек начинает закисляться. Кислорода не хватает, глюкоза расщепляется без кислорода, возникает молочная кислота, накапливается лактат, человек устает. До определенного момента он будет бежать. Вот если бы мы его не остановили, а потом бы он бы упал просто. Все, закончились мощности. Он бы просто упал. И вот этот вот анаэробный порог, он у разных людей разный, ну, в среднем где-то скажем, от 18 до 30 лет это где-то 140 ударов в минуту. Определили анаэробный порог и можем сказать, что вот можешь тренироваться, заниматься, чтобы это не было во вред с пульсом до 140 ударов в минуту. Ну, а если это спортсмен и тренеру необходимо добиться каких-то результатов спортивных, конкретных на соревнованиях, ему необходимо, значит, давать ему высокоинтенсивную скоростную нагрузку, конечно, у него пульс будет выше. И он уже сможет контролировать, а насколько он хорошо, допустим, прибежал, насколько он интенсивно выполнил эту нагрузку. Вот к вам приходят дети, да? Вы их обследуете. Чем чаще болеют наши маленькие жители Нинецкого округа и какие вот у них есть аномалии? Искривление позвоночника, сердечная недостаточность, плоскостопия. Ну, скажем так, самая частая заболеваемость у нас, конечно, это у детей органы дыхательной системы. Но мы с ними встречаемся реже. Потому что живем в таких климатических условиях, да? Да, но мы с ними встречаемся реже, это больше удел педиатров в поликлинике. Если рассматривать заболевания хронического характера, то, конечно, это заболевания портно-двигательного аппарата. Они чаще всего встречаются. Это нарушение осанки, сколиозы, кифосколиозы, плоскостопия, плосковальгвыстные стопы и так далее. Вот это наиболее часто. А какие рекомендации вы им даете? Что нужно сделать? На лечебную физкультуру направляем. Здесь еще видите момент какой? Перед тренировкой, вот если есть особенности опорно-двигательного аппарата, значит, нужно к этому ребенку иметь какой-то индивидуальный подход. Часто у нас как бывает. Пришли дети на тренировку, ну, все, побежали сразу. Побежали, там, разминочка легкая, а кто-то вообще из детей разминкой не занимается, так болтают. Нужна хорошая растяжка на разогретом организме до, вот, скажем, базовой основы тренировки. Растяжка позвоночника, растяжка всех суставов, всех вот сочленений, которые участвуют в тренировке. И после тренировки нужна растяжка в обязательном порядке, в том числе позвоночника. Тогда вот этих вот патологий позвоночника, того же самого, там, сколиозов, нарушения осанки, их будет меньше гораздо. А сколиоз почему возникает? Они неправильно сидят на занятиях или необязательно? Или вообще ходят они неправильно? Причин-то много, на самом деле, разных. Но применительно к спорту зависит от вида спорта. У нас есть вид спорта симметричный, есть асимметричный. Ну, симметричный, это, например, лыжа, классический бег. Все одинаково, руками отталкиваемся, едем вперед. Плавание тоже симметрично абсолютно. Возьмем, например, единоборство. Как правило, спортсмен, он либо левша, либо правша, и поэтому стоит либо в левосторонней, либо правосторонней стойке, и, соответственно, и ударная рука у него одна. И он ее больше тренирует на груши, сильнее. Соответственно, и мышцы с этой стороны будут больше, сильнее развиваться. Будет небольшой перекос, нарушение осанки, возможно, какое-то небольшое будет тянуть. То же самое волейбол, подача. Мышцы там больше растянуты и так далее. Нашла вот такую статистику. Вот состояние здоровья детей в Нинецком округе 15% у нас с первой группой здоровья, и порядка 50% это со второй группой здоровья, 30% это третья группа, и оставшиеся 5% имеют серьезные патологии. Если понятно, что дети с первой, второй группой здоровья, они могут заниматься спортом, то что делать с третьей? То есть это все? Или нет? Они тоже могут заниматься в кружках и секциях. Вот знаете, для того врачи по спортивной медицине обучаются, и, наверное, для того именно необходимо, чтобы во врачи по спортивной медицине шли те люди, которые занимаются или занимались спортом. Почему? Если следовать букве закона, то у нас бы спортсменов бы не было. Потому что мы... Мне кажется, абсолютно здоровых людей вообще не существует. Вы простите меня, конечно, за откровенность, но это так. Потому что допускать только исключительно с первой группы здоровья. Все. Вторая группа здоровья. Какие-то отклонения функциональные. Ну, если не разбираться в каждом конкретном случае, значит, все крест ставим. Ну, что у нас будет? Первая группа здоровья с вами заниматься. Сколько вы сказали процентов? Так, получается, у нас первая группа здоровья 15% всего? Больше половины — это вторая группа. И 30, да? 15% — это 50%, которые вы сказали в самом начале интервью. Ну, какое-то количество. Соответственно, к каждому конкретному случаю мы подходим индивидуально. Третья группа здоровья ставится, если есть плоскостопие. Но у нас есть рекомендации, что заниматься спортом нельзя, если плоскостопие третьей степени и есть артрозы в плюснефаланговых суставах. Если артрозов нет, болевого синдрома нет, и биомеханика движения вот этого спортивного не будет выраженно сильно нарушена, не будет влиять на... его занятия спортом, то, естественно, мы допустим. Бронхиальная астма — третья группа здоровья. Но если по бронхиальной астме прошло уже больше 4 лет ремиссии, ребёнок не использует ингаляционные глюкокортикостероиды, почему его нельзя допускать? Мы допускаем. Хронический танзелит — тоже третья группа здоровья. По идее, вроде как нельзя допускать, но если он в течение года не болеет, почему его нельзя допускать? Мы же, понимаете, мы же всё равно должны учитывать о том, что у нас вот дети, их, сколько я сказал, 250 занимаются спортом, а остальные-то... нагрузка-то для них не такая прям интенсивная. Она всё равно, так или иначе, несёт им положительный... положительный эффект в сохранении здоровья, в улучшении иммунитета. Я разговаривал с большим количеством родителей, и вот меня плавание интересовало, когда ребёнок приходит, и родители говорят, ну, болеет очень часто. Болел очень часто, как пошли плавания, так перестали болеть. И таких очень много. Поэтому нельзя запрещать вот просто, скажем, под копирку всем заниматься спортом. Поэтому в каждом конкретном случае, естественно, мы подходим индивидуально. Третья группа здоровья, да, ну, что третья группа здоровья? Меопия средней степени, третья группа здоровья. А в футбол-то играть можно. Какое вы заболевание назвали сейчас? Близорукость. Меопия третья степень. На средней степени. А тем, у кого есть серьёзные патологии, им тоже ведь нужна физическая нагрузка какая-то? Да, безусловно. Вообще движение — это жизнь. Опять же, как Николай Михайлович Моссов говорил, движение — это жизнь. Поэтому если серьёзная патология есть, обязательно нужна физическая нагрузка. Но тут у нас подход такой. Если мы понимаем, видим, что не может ребёнок заниматься спортом, то есть испытывать именно те спортивные нагрузки, а мы не будем забывать, что спорт у нас составляется из нескольких этапов, и на каждом этапе нагрузки всё выше и выше и выше, и мы прекрасно понимаем, что с таким состоянием здоровья, вот эти повышающиеся нагрузки, ребёнок не сможет выполнять без вреда для своего здоровья. Конечно, мы ему спортом запрещаем заниматься. Но мы говорим, можно делать такое упражнение, такое упражнение, такое упражнение, заниматься общей физической подготовкой. Например, если ребёнок хочет заниматься боксом, но у него миопия, лизорукость в средней степени, нельзя боксом заниматься, миопией в средней степени. Мы говорим, ну, походи, позанимайся, потренируйся, ОФП поделай, на груши поработай, но, к сожалению, нельзя спарринги, нельзя боксировать, потому что там могут быть осложнения, в видеостойки сетчатки, вплоть до потерь зрения. Вот мы говорим о здоровье, о здоровом образе жизни, а вот из чего оно складывается? Это только ли физические нагрузки, правильное питание? Что нужно делать? Какие рекомендации можете дать, чтобы всё-таки его сохранить? По этому поводу я бы обратился к двум определениям, что такое здоровье, то вот определение Всемирной организации здравоохранения, которое говорит, что здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни, физических дефектов. И примерно такое же определение дано в нашем федеральном законе об основах охраны здоровья граждан. Естественно, только что там душевное заменено на слово психологическое благополучие. Но тут три фактора, три момента. Во-первых, это отсутствие заболеваний и дефектов. Во-вторых, это психологическое благополучие, чтобы человек был, скажем так, доволен. И социальное благополучие, чтобы социальные моменты тоже были все удовлетворены. А физическая нагрузка как-то влияет на психологическое состояние? Да, это доказано. При адекватной нагрузке, опять же, при адекватной, отмечу, это очень важно, человек испытывает положительные эмоции. Это происходит из-за того, что в головном мозге выделяются эндорфины, так называемые гормоны радости. Поэтому, безусловно, это доказано, что спорт, физическая нагрузка улучшает эмоциональный фон, улучшает настроение, улучшает внимание, память. То есть все пойдем за эндорфинами. Дальше, расскажите, пожалуйста, вот кроме того, что вы даете допуск к большому спорту, да, и кружкам и секциям, чем еще занимается отделение спортивной медицины? Вот вы сейчас сказали, достаточно узко допуск только. Нет, абсолютно не допуск. Не только допуск. Если посмотреть, например, приказ Минздрава 134Н, по которому мы работаем, там прописано все, чем мы занимаемся. А это медицинское сопровождение на протяжении всего круглогодичного тренировочного цикла. Нас ведь не только... Мы допуск даем по результатам углубленного медицинского обследования. Вот такая вот у нас формулировка. Но у нас еще ведь есть текущие медицинские наблюдения. То есть это что значит? Это, например, спортсмен заболел, переболел, он приходит к нам, мы даем ему рекомендации, особенно это касается элитных спортсменов. Даем рекомендации по продолжению нагрузок, особенно если он заболел, скажем, в каком-то предсоревновательном периоде. Этапные обследования. Этапные проводятся при переводе с одного этапа на другой. Врачебно-педагогические наблюдения. Это мы приходим на тренировку совместно с тренером, смотрим, каким образом ребята занимаются, проводим наблюдения с измерением пульса, давления, можем лактат определить и даем рекомендации, в том числе тренеру, которые помогают, которые помогают ему выделить среди, вот особенно в игровых видах спорта, помогают ему выделить среди всей команды лидеров по физическому качеству. Мы проводим психологические тесты. Например, тест САН или тест Спилберга, которые помогают, опять же, определить эмоционально-психологическое состояние спортсмена. Готов ли он, может ли он быть лидером, может ли он быть капитаном команды, и повести всю команду, может ли он сохранить во время игры нормальное, эффективное восприятие и видеть стратегию, а не потеряться, замкнуться где-то и видеть перед собой только один мячик, и все, больше ничего. Поэтому моментов у нас очень много, а не только допуск. А где вы находитесь? Авиаторов, 9Б, 5 этаж. Новое здание. Да. Да, Александр Васильевич, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Очень много полезной информации, даже для себя я отметила. Проходите в следующий раз. Обязательно. Приглашайте. Спасибо. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был заведующий отделением спортивной медицины Александр Ковязин. Спонсор нашей программы магазин «Сударушка». «Сударушка» предлагает модную и красивую одежду по доступной цене, которую вы не купите в обычных магазинах. Магазин работает по адресу Рыбников 3А с 11 до 19 часов, кроме понедельника. Телефон для справок 8 911 650 15 51. Магазин «Сударушка». Будьте красивы в любое время года. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова